Из-за войны я толком и не понимала, кем хочу стать, куда пойти учиться. Мне в школе очень география нравилась. Я любила в отпуске в новых местах побывать, посмотреть всё. Может, если бы не война, я бы стала учителем географии. Сейчас Вере Фёдоровне Шинковой 96 лет. Когда началась война, было 17, ещё в школу ходила. Рассказ о жизни сопровождает каждую фотографию. Прослушать его можно, наведя камеру сотового телефона на QR-код. Воспоминания помог сохранить проект «Эхо мечты». Образ мечты ветерана Веры Шинковой создавала сотрудница Выксунского металлургического завода Юлия Фокина. Очень хорошо. Хорошо сделали. Спасибо большое за всё. Проект реализован по инициативе Объединённой металлургической компании. В год 75-летия Победы он тонкой нитью связал прошлое и настоящее. Я взглянул на эти фотографии, которые мы видим на этих стендах. Не стыдно сказать, что слеза наворачивалась. Правда, очень трогательная. Всего в проекте 19 историй. Это воспоминания ветеранов из Выкса, Чусового и Благовещенска. В этих городах находится предприятие ОМК, которые непрерывно трудились в годы войны. За выставкой стоит большая работа. Мы не только беседовали с ветеранами, писали тексты. Мы смотрели их фотографии в юности. Мы выбирали двойников из сотрудников заводов на территории городов, где проходила выставка. Мы гримировали двойников. Мы везли с собой одежду прошлых лет. С одной стороны фотография, с другой находится информация о деятельности заводов в годы войны. Ознакомиться с экспозицией можно будет в Иксе до 1 ноября или на сайте echoomk.ru Дарья Кульбакина, Виталий Кудрявцев. Время новостей.